Доброе утро, уважаемые коллеги! Передо мной поставили почти непосильную задачу рассказать о типичной меланоме за 10 минут. И я постараюсь уложиться в этот краткий промежуток времени, тем более, что сама я слабо представляю, что такое типичная меланома. Мы понимаем все, что меланома кожи – это опухоль визуально доступных локализаций, это банально, но, тем не менее, наша мечта – уловить ее еще в фазе диспластического невуса или в фазе радиального роста. Однако мечты не соответствуют действительности, и все-таки в последние годы, благодаря развитию молекулярной генетики, появилась возможность для таргетной терапии и происходят революционные движения в иммунотерапии. Вы об этом на конференции услышите еще не раз. Я бы отнесла к типичной меланоме 5 вариантов – поверхностно распространяющуюся, узловую, злокачественная лентига, акральная меланома, меланома слизистых оболочек. Ну, помимо этого, как вы видите, существует целый ряд других опухолей. Поверхностно распространяющиеся – то, с чем мы сталкиваемся чаще всего. 70-75% всех меланом. Две трети из них возникают Денова. Обычно это тело – конечности кожи, попадающие под солнечное излучение. Макроскопическая картина весьма характерна. Микроскопическая картина. Радиальная фаза роста, когда начальный очаг поражения находится в эпидермисе, так называемая меланома ин-ситу. Мы называем ее еще пиджетоидной, потому что в верхней трети эпидермиса есть пиджетоидные клетки. Распространение поверхностное, метозов мало или отсутствуют, могут вовлекаться волосяные фолликулы. Потом начинается вертикальный рост или микроинвазия. При этом мы наблюдаем отсевы отдельных опухолевых клеток и небольших групп верхней слои дермы. При этом размеры этих отсевов не превышают фокусы в основном очаге. Регрессия довольно редко. Злокачественная лентига – следующий вариант. Меланома ин-ситу. Чаще голова и шея – это кожа, подверженная солнечному излучению, всегда. Пигментное пятно небольшого размера 0,5-1 см. Средний размер при этом инвазивный – лентига меланомы – около 6 см. Края неровные. Обычно область поражения пальпаторно не изменена. Если пальпируется какой-то узелок, повышается риск того, что это инвазивная опухоль. Характерно наличие полигональных меланоцитов в нижнем слое эпидермиса вдоль базальной мембраны. И атрофия эпидермиса и эластоз дермы – это подгномоничные признаки. Также мы видим многоядерные гигантские меланоциты, и появляется феномен стекания опухолевых клеток в дерму. Вертикальный рост иногда очень значительный, и очаг в дерме превышает по размеру очаги в эпидермисе. Появляются веретеновидные клетки, нейротропизм и плеаморфизм. И если к лентиго-малигно присоединить инвазию, мы получаем лентиго-малигно-меланому. Узловая меланома. Всем хорошо знакомая форма. 10-15% меланом у европейского населения. Пациенты в целом старше, чем при поверхностно распространяющейся меланоме. Локализации тела, нижней конечности, голова, шея. Представляет собой папулу, бляшку или узел. Может быть полиповидное. Обычно симметричное, с четкими границами. Только вертикальный рост. Опухолевые клетки располагаются в дерме группами, формируя узел. Часто весьма значительный. Выраженный клеточный и ядерный полиморфизм. Ядра крупные, метозов много, меланин крупнодисперсный. Воспалительная инфильтрация в дерме. Акральная меланома. Все вы прекрасно знаете. Прогностически очень неблагоприятный вариант. 5% среди европейцев, однако 80% азиатов и афроамериканцев. Средний возраст 60 лет. Это ладони, стопы и, как частный случай, подноктевая меланома. Очаги регрессии могут выглядеть светло-серыми пятнами по периферии этой опухоли. Подноктевая меланома чаще поражает большой палец и может симулировать кровоизлияние. У человека впечатление, что он просто причемил ноготь. Проявляется пролиферация атипичных меланоцитов в ногтевом ложе. Лентигенозное распространение. При акральной меланоме мы отмечаем выраженный акантоз, гиперкератоз, эпидермиса, удлинение сосочков дермы. Клетки крупные, атипичные, могут распространяться вдоль протоков потовых желез. Меланомы слизистых оболочек. Как видите, больше половины – это полость рта, пищевод, носовая полость. Но не нужно забывать и про другие локализации. Анальный канал, влагалище, вульво, половой член. Нечеткое коричневое пятно на слизистых оболочек может быть беспигментным. Помимо таких клиника морфологических вариантов, выделяются еще гистологические варианты строения. И то, что вы видите чаще всего в наших ответах – это эпителиоклеточная, веретеноклеточная и невоклеточная меланома. Как вы понимаете, это многообразие велико, и могут быть редкие варианты, которые нам приходится дифференцировать вообще с немеланцитарными новообразованиями. Я не могу, докладывая на клиническом форуме, не коснуться ТНМ-классификации. Восьмое, последнее издание, которое появилось у нас в доступе в 2017 году, как видите, изменилась стадия Т1. Поэтому на толщину опухоли и наличие изъязвления для правильного стадирования мы обращаем максимальное внимание. Это последняя версия классификации. Как видите, Т1А, Т1Б зависит от того, как точно патологоанатом меряет опухоль. Конечно, вы видите в наших ответах уровень инвазии – это обязательно. Мы меряем его по кларку. Это пять категорий, которые довольно хорошо видны на этой схеме. Поэтому по слоям мы должны очень четко ориентироваться. А значит, правильно вырезать материал. А значит, если вы срезали с меланомы эпидермис каким-то образом или термически его повредили, и мы можем никак потерять какие-то ориентиры, то есть вырванную из дермы куском опухоль мы вряд ли сможем отстадировать как нужно. Морфологическое заключение при меланоме должно содержать обязательно вариант меланомы тип клеток, толщину по бреслоу, уровень инвазии по кларку, изъязвление, причем есть или нет обязательно, края резекции, расстояние от инвазивного компонента и меланомы инситу до ближайшего латерального края резекции, методическую активность, причем существует специальная методика, мы считаем на 2 квадратные миллиметра количество методов, микросателлиты есть или нет, лимфоваскулярная инвазия, переневральная инвазия, лимфоцитарная инфильтрация, которая касается фазы вертикального роста, регрессия опухоли, мы всегда это отмечаем в ответах, есть ли очаги спонтанной регрессии, для этого у нас есть свои признаки. Также имеет значение фаза роста для поверхностно распространяющейся, радиальная или вертикальная. Вот, собственно, кратко то, что можно сказать про типичную меланому, предваряя более интересный доклад про нетипичные случаи. Спасибо за внимание.